Расскажем суть нашей акции. Даже челлендж мы назвали, так, трон челлендж. Что вообще подразумеваем мы под этим, как бы, и что мы вообще сейчас запустили, и как бы, что будем развивать. Такой слоган, мы выбрали команда, и давай разбогатеем вместе. Объясняю, что это, как мы это будем делать. Такая предыстория. Перед этим мы качали проект Форсаж. Как бы там очень хорошо у нас получалось, и там многие люди там нормально заработали. Но, как бы, сейчас проблемы именно с эфиром, точнее, с транзакцией, высокие цены на транзакцию, там подвисает. Очень мало, как бы, людей к такой момент хотят, как бы, регистрироваться, но зарабатывать все хотят. И в это время, естественно, как бы, выходит. Святое место пусто не бывает. Выходит проект SuperSage, который точная копия по маркетингу Форсажа, который уже себя зарекомендовал и, так сказать, полюбился многими. Но здесь плюсы в том, что он на монете Tron. Самое главное, наверное, как бы, отличие от эфира в том, что здесь очень быстрые транзакции и минимальная плата за транзакции. Здесь, ну, как бы, нет такой проблемы, как сейчас мы все видим. Там высокая цена на газ, и люди просто, те, которые хотят зарабатывать, у них не получается зарабатывать. И, как бы, просто все сидели без дела и пытались искать альтернативы. Ну, естественно, альтернатива появилась. Не бывает, что свято место пусто не бывает. Итак, рассказываю именно про наш челлендж. Что мы собираемся сделать? Мы собираемся, мы, как бы, чуть-чуть усовершенствовали нашу стратегию командную, которую мы использовали в Форсаже. И сейчас, как бы, во-первых, там сделали, там, и минимальный вход, как бы, доступный для людей. И плюс мы сейчас, как бы, дали возможность тем людям, которые, ну, не умеют абсолютно, там, приглашать людей, которые, как бы, никогда этим не занимались, и для которых это вообще страшное слово – приглашать людей, там, строить команду. Мы дали им возможность тоже, как бы, начать зарабатывать в этом. И, ну, в этом проекте. Каким образом все это будет происходить? Потому что очень много людей начали спрашивать, что у нас за стратегия, что у нас, как бы, за вообще там сейчас, ну, какая новая стратегия, и как мы предлагаем зарабатывать именно даже тем людям, которые не умеют приглашать. Смотрите, друзья, что мы сделали. Во-первых, как бы, сама постановка людей сейчас происходит следующим образом. Например, мы, как бы, сейчас вся команда расставляется так, ну, по очереди, можно сказать. Все, кто люди заходят, их расставляют таким образом. Если человек заходит, и он, как бы, новичок, который еще не умеет, там, приглашать, но который хочет зарабатывать, его ставят, например, вот в это место, а под него уже ставят более активных, те, которые более опытные, которые будут качать свои структуры, свои команды. Естественно, за счет переливов ему будет попадать, как бы, тоже там, ну, естественно, ну, маркетинг, я думаю, потом чуть позже расскажем это, как бы, но сама суть, что те, кто ниже стоят, они, как бы, от них приходят переливы вышестоящим. Плюс, опять же, там, и сверху, здесь, опять же, по маркетингу идут переливы. Что это вообще значит для новичков? Новичок получает, по сути, время, за которое он может влиться в нашу команду, научиться, как бы, если он даже не умеет, опять же, там, приглашать, он, любой человек сейчас умеет, там, как бы, ну, например, там, с утра до вечера многие сидят в соцсетях, и ничего на этом не зарабатывает, но, как бы, умеет, там, лайкать, репостить, делиться, там, материалами. Вот это, как бы, мы с этого и будем начинать обучать, ну, наших новичков, которые заходят в нашу команду, которые хотят зарабатывать. Конечная цель у нас создать из всех, всей нашей команды, всех новичков, лидеров мнений, которые, как бы, ну, которые не просто сидят, которые, как бы, за которыми идут люди, которые хорошо зарабатывают, естественно. Все знают блогеров, видеоблогеров, обычных блогеров, инстаблогеров, там, TikTok-блогеров, все как бы знают, сколько они зарабатывают, если люди занимаются, развиваются там в соцсетях и как бы, ну, продвигают свои там аккаунты в соцсетях. Плюс здесь, опять же, плюс несомненный данного проекта, что все знают, как бы, ну, если сравнивать с другими, там, например, партнерскими программами, проектами, которые в интернете дают возможность заработать, здесь основная боль и, как бы, основное такое, как бы, ну, слабое место всех проектов, которые зарабатывают в интернете, ну, здесь нет админской кассы, здесь деньги сразу, моментально, человек, как бы, выстраивается команда, и люди, которые становятся под ним, ему прилетают сразу на кошелек деньги, вот и все, тут, как бы, нету такого, что там, какой-то вы проект заходите, которые, там, сейчас инвест-проекта очень много, которые, там, скамятся быстро, там, вы заплатили деньги у админа, здесь, как бы, админов нет, здесь именно сила блокчейна, как бы, все, ну, это тренды, смарт-контракты этого, там, я не знаю, этого года, это точно, потому что большинство, вообще, даже большинство, там, предприятий, фирмы, и все хотят переходить на блокчейн, использовать всю эту силу децентрализации, здесь она максимально, как бы, дает нам безрисковый, как бы, ну, способ заработка, где нету никаких прокладок под нами в виде админа, которые, как бы, в любой момент могут забрать наши деньги, здесь все идет сразу на кошелек, моментально, не нужно ждать, там, раз в месяц, раз в неделю вывод денег, это мы используем, поэтому мы используем такие проекты, как, ну, на смарт-контрактах, которые дают возможности гарантированно зарабатывать, не терять деньги на каких-то, там, инвест-проектов с админа. Что будет, как с нашей командой, мы будем запускать, буквально уже завтра, может, послезавтра, мы будем запускать такой челлендж, где мы, во-первых, будем, ну, основная цель популяризировать данную монету Tron, для того, чтобы, как, ну, дополнительный такой еще способ заработка, заработать, постараемся ее так пропампить, чтобы курс рос, как бы, потому что это тренд сейчас, те же проекты, вы сами видели, как Форсаж тоже хорошо, как бы, загрузил сети, как привлек сколько людей, там, почти, там, поскольку, я уже не помню, там, напомните, 800 тысяч, по-моему, да, там, людей, которые обратили внимание на эфир, и, как бы, это тоже, как бы, ну, сказалось на росте его. То же самое сейчас и происходит, ну, с проектом SuperSage, и сейчас будут выпускаться еще, там, несколько проектов на этой монете, и это тоже, скорее всего, повлияет на рост монеты. Ну, мы тоже не будем сидеть сложа руки, мы тоже приложим, как бы, все свои усилия для того, чтобы, во-первых, раскачать себя, раскачать свои друзья, у кого там падает. Кто-то упал. Ну, от такой новости, да? Да-да. Ну, бывает, друзья, не страшно. Смотрите, мы тоже не будем сидеть сложа руки, у нас, как бы, основная цель, опять же, напоминаю, что все в нашей команде, кто активно движется, кто будет участвовать в этой акции, тот, мы хотим прокачать его до лидера мнений, и человек, ну, по сути, он становится тем человеком, вокруг которого выстраивается команда сама по себе. Если вы раскачиваете свои соцсети, вам не нужно бегать по каким-то личкам, там, хватать своих знакомым, звонить им и рассказывать, какой классный проект. Они сами будут вам звонить, сами будут переходить по своим, по вашим, точнее, реферальным ссылкам, и вы будете зарабатывать все больше и больше. Да, для начала мы, как бы, выстраиваем всех по очереди, стараемся каждому поставить, насколько мы можем. Вся команда сейчас, вы видите, работает там, ну, там, некоторые наши девочки, адмиты там вообще не спят уже третьи сутки. Выставляем, как бы, ну, расставляем, ну, команду друг под другом, чтобы все могли потом зарабатывать нормально. Но, опять же, друзья, мы не, нам не нужны здесь халявщики, мы берем людей, даже те, которые, как бы, не умеют там зарабатывать, пусть они, ну, у них есть желание. Халявщиков здесь не нужно. Здесь человек в любом случае должен, как бы, развиваться, строить свои, как бы, ну, свои соцсети раскачивать. Начнем мы, например, ну, прямо сейчас вы можете, опять же, старые, как бы, наши члены команды, они уже знают, что можно прямо сейчас раскачиваться на YouTube и использовать мое видео. Даже если вы не снимаете свое видео, выкладывать видео у себя на канале и ставить свою ссылку реферальную. И там просто, как бы, ну, продвигать, опять же, есть у нас это все в обучении. Завтра там или послезавтра мы стартанем еще в TikTok, челлендж, и всей командой будем пиарить друг друга. Я расскажу, покажу, как это делать. И будем тоже привлекать все больше людей в нашу команду. Главное, чтобы вы поняли, как бы, ну, все, которые новички, я думаю, ну, уже старые, как бы, наши проверенные товарищи, они знают, что все именно сила в командной работе. Когда мы работаем вместе, когда мы, там, вы даже каждый, там, кто-то может сейчас, там, стесняется что-то делать, как бы, не такой активный. Ну, если он даже, там, ставит лайк под видео, пишет комментарии, там, делится, репосты делает, он поддерживает всю команду. И здесь мы, вот, хотим именно в данном проекте максимально реализовать силу команды, нашей команды. И максимально усовершенствовали ту стратегию, которую мы использовали в «Форсаже». И хотим, чтобы сейчас еще больше людей заработало. И поэтому мы, так, добавили такую, как бы, ну, такой легкий вход для новичков. Ну, и для тех, которые реально хотят раскачаться в интернете, получить еще, как бы, дополнительные навыки и, там, стать лидером мнений, блогером, видеоблогером. Но, ну, на данный момент они, новички, не знают. У нас вся информация есть, плюс есть командная работа, и будем заниматься взаимопиаром, и все вместе будем качать данный проект. Так, друзья, это так я вкратце рассказал о нашей стратегии. Давайте, если есть вопросы, задавайте, будем отвечать на них. Правильно, мы с кастрюлями разобрались уже. Ребята, если у кого-то, может, кто-то хочет дополнить стратегию, там, может, я что-то забыл, упустил, или вопросы, включайте микрофоны, давайте, потому что, ну, как бы, это видео для наших новичков мы как раз выложим и на YouTube выложим, потому что, ну, чтобы люди максимально поняли. Я, скажите хотя бы, я нормально, как бы, доходчиво объяснил наше желание. Да, да, доходчиво, у меня даже вопросов нет, ведь задать нечего. Блин, я на так хорошо рассказал, да, что вопросов даже нет. У нас даже в группе наглядный пример есть сейчас, вот Сергей выложил свой кошелек, то есть не кошелек, а этот рабочий стол, у него перелив как раз сверху произошел, партнеров у него нет. Ну, да, мы сейчас, я говорю, как раз, у матросов нет вопросов, Виталий, это отлично. Опять же, для новичков, давайте, друзья, друзья, друзья. Я хотел еще... Слушай, Олег. Я хотела спросить, можно мне в группу обучения попасть? Конечно, сейчас будем всех добавлять в группу, и будет еще даже чат, там будем и взаимопиаром, и вопросы будем отвечать. Сейчас просто, ну, завал, как бы, да. Вы, как бы, дергайте всех админов, меня, потому что меня тоже с утра до вечера дергают админы, дергают меня, я их, там, и всех по очереди. Сейчас все будет, как бы, да, будет обучение, ну, оно, точнее, есть, надо просто добавлять людей, и запускаем это уже. Вместе соберемся, друзья. Слушай, вот сейчас мне поставили, допустим, два человека, да? А, следующее, получается, нужно подставлять под этих человек, да? Ну, да, да. Также под двое вниз. Да, желательно, чтобы, ну, все зарабатывали, они тоже заработают. Я понял. А под тех следующих еще нужно подставлять, да? Ну, да, да. Ну, желательно, чтобы они, конечно, сами себе ставили, но вообще, да. Ну, это понятно. Ну, то есть, да, как бы, тут... А, еще... Подождите, пожалуйста, до какого уровня вниз мы уходим? Да, вот это, что я хотел сказать. Желательно до третьей линии строить. Три линии, и хватит? Ты же не можешь прям... Ну, да, ребята, вы смотрите, вы, как бы, поймите, вам даже не столько строить надо вниз, как бы, ну, желательно, чтобы вы поставили, да, человеку, который под вами стоит, там, одного или двух. Но вы, как бы, даже больше вам нужно, как бы, взять и сделать так, чтобы он начал активничать и начал развиваться в соцсетях и становился, ну, именно лидером мнений, чтобы вам это интересно, чтобы под вами были все активны. Вы какое-то время потратите на то, чтобы человека, ну, смотивировать, поработать с ним, там, может, какие-то там вопросы, как бы, очень плотно вначале. Вот сейчас мы очень плотно работаем с людьми, которые обращаются, которые уже хотят, как бы, зарабатывать. Мы, там, ну, сразу помогаем им, там, отвечаем на вопросы, показываем, в каком направлении идти, добавляем, там, в чаты по обучению, там, мы... В общем, смотрите, сейчас именно, как бы, понятно, слово такое, ну, всеми любимое, пассив, но пассив придет только после того, когда вы сейчас хорошо, очень активно поработаете. Тем более все, я смотрю, тут вообще такие собрались, все активные, все, ну, реально, ребята, там, вообще, ну, такая взаимопомощь в чате, я смотрю. Даже новички, которые, там, буквально недавно, там, зарегистрировались, я смотрю, они уже кому-то, кого-то консультируют, кому-то помогают, там, зарегистрироваться. Какие-то вопросы задают, как, там, видео перед, ну, там, с Ютуба залить, ну, мне, там, пишут на свой канал, можно, там, мои видео. Конечно, можно, как бы, ну, это новички, старые-то знают уже, как бы, что можно и даже нужно это делать. Сейчас давайте, ребята, вот, соберемся, вот, прямо вот тут, ну, как бы, все вместе, кулак такой сделаем, и, вот, реально, как бы, ну, возьмем по всем соцсетям, продвинем эту тему, как бы, ну, чем больше людей к нам придет, и, потому что, реально, сейчас, миша, абсолютно не запомнил, все хотят зарабатывать. Везде какой-то обман, какие-то, там, какие-то, ну, сразу людям предлагают какие-то, вот, они приходят в интернет, люди хотят зарабатывать, приходят в интернет, и, ну, первым делом попадают каким-то мошенникам, какие-то скамные проекты, какие-то, там, ну, здесь же, как бы, ну, надо просто людям рассказывать про возможность блокчейна, криптовалюты. Мы, по сути, кроме того, что сами зарабатываем, мы еще меняем, мы, как свое окружение, этот мир вокруг, мы даем эти знания насчет блокчейна, криптовалюты, потому что, ну, по большому счету, все хотят зарабатывать хорошие деньги, чтобы закрыть себе, там, и квартиру, и машину, и, там, и поездки, и нормально есть, и вообще, чтобы денег было. А где еще можно так заработать? Бизнес, он, ну, в офлайне сейчас строят нереально, вы видите, кризисы, там, любой кризис, любая какая-то девальвация, все, все разрушится, все полностью, как бы, люди теряют деньги, это, ну, не вариант. В интернете тоже очень много таких схем, которые, там, мошенников. Здесь же возможность, как бы, реально заработать, ну, все знают, что именно на криптовалютах, на росте криптовалюты, криптовалюты, и именно на вот таких вот тех, кто, ну, как бы, сетевые проекты, которых можно построить команду, большой под собой активных людей, здесь именно можно зарабатывать, ну, просто хорошие деньги. Я других вариантов сейчас не вижу, у всех сейчас, ну, востребовано найти себе нормальный, какой-то безопасный способ заработка, который можно на века, там, так сказать, ну, на долгие годы развивать, и иметь, ну, какие-то гарантии в том плане, что там какой-нибудь админ не убежит завтра деньгами вашими. Здесь же возможность, опять же, берем инструменты в соцсети, раскачиваем взаимопиар, и будем просто эту тему, как можно больше людей, рассказывать об этом, рассказывать о возможностях заработка на криптовалюте, конкретно, там, о монете Tron, и будем давать инструменты, которые позволяют зарабатывать именно, ну, как можно быстрее. И плюс, опять же, это, ну, просто такой классный какой-то, ну, я знаю, рост, ну, как бы внутренний, где, ну, человек приходит в интернет, там, для того, чтобы, ну, например, любой бизнес, если начать, все равно надо будет изучать кучу там всяких вопросов. Здесь же можно, человек сидит дома за компьютером и развивается, прокачивает себя, как лидер мнений. Я думаю, это просто на будущее даже просто охрененная, как бы, возможность, ну, такие инструменты и такие навыки. Если вы, там, новички сейчас пошли обучаться, там, например, блогингу, какой-нибудь видеоблогингу, с них бы столько денег, там, сняли, и, по сути, они бы не получили никакого результата. Здесь сразу делаешь определенные действия, которые уже приносят другим, как бы, деньги, и ты тоже зарабатываешь деньги. Тут никакой теории нет, тут практика сплошная. И все на все нацелено на резонт. Да, спасибо. Вопрос у Виталия. Не знаю, кто это. Да, 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 вопросик есть такой. Вопрос с покупкой площадок в матрице S3. Ну, я вот, допустим, сегодня буду покупать, ну, вторую площадку в матрице, потому что, ну, и, соответственно, партнер подо мной, я буду, ну, под него своего товарища заводить, а он будет человек 5-7 заводить, которые будут покупать по две площадки на S3 и две на S4. То есть им на 3, на S4 просто денег, ну, не хватает, там у них где-то 1500 трона будет заходить у каждого, ну, просто там так было озвучено, и, как бы, и будем развивать. То есть, ну, вот, когда вот S3 будет матрица, ну, то есть я сегодня начинаю, там, вот я Марине вчера говорил, она надо мной, спонсор, ну, чтобы они там прокупились вверх, чтобы они с этого тоже, ну, типа, заработали, если хотят. Мы готовы, мы готовы, Виталий. Да, я вот говорил, что я вот сегодня после четырех буду покупать, я там не знаю, прокупились или нет. Да, да, мы все готовы. Когда S3 мы будем покупать и будем ли покупать, и еще вопрос, когда следующей площадке S4, следующий шаг у нас будет, что мы будем прокупать. Все, вот такие два вопроса. Виталий, ты, ну, классный вопрос задал, потому что тоже самый популярный. Смотрите, ребята, перед тем, как прокупать, ну, во-первых, вы, как бы, ну, все знаете своего оплайна, кто, там, вас пригласил, там, лидера. Обязательно с ним этот вопрос решайте, потому что, ну, как бы, мы команда, не надо такое делать, там, чтобы, да, каждый сам по себе. Обязательно коммуницируйте и держите связь. Потому что, ну, смотрите, даже сами можете зайти посмотреть, есть ли у него прокуплены эти площадки. Но в любом случае лучше, опять же, как бы, просто набрать человека, позвонить, договориться, как бы, чтобы все посмотрели. А следующий человек, там, как бы, он посмотрит, там, поговорит со своими оплайнами, и все, как бы, решается. Потому что, ну, ребята, давайте вместе командно работать, чтобы, ну, потому что это несложно. И в любом случае это полезно. Налаживайте связи, разговаривайте с друзьями, с вашей, ну, с командой, с лидерами особенно. Лидеры сейчас просто очень сильно перегружены самим фактом регистрации. Они не могут, там, проследить. Поэтому, как бы, думайте об, ну, не только о себе, а думайте еще о своих, там, как бы, о своем окружении, о своей команде, о своих лидерах. Тогда будет все нормально, и, как бы, ну, у нас в команде всегда так было, что перед тем, как делать что-то, какие-то действия, ну, как бы, надо просто с тем же, там, со своим аплайном, со своей командой пообщаться. Это несложно, и, наоборот, как бы, даже это приветствуется. Тут просто надо задавать вопросы к вышестоящим. Что касается вопроса, когда покупать, смотрите, если у вас площадка идет на реинвест, и следующая площадка открывается, та же площадка, да, желательно, конечно, купить уже следующую площадку, но желательно еще также уточнить у своего аплайна, куплено у него или нет. Это что касается вопросов. Я правильно понимаю, Виталий? Вы это хотели уточнить? Да, 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 но вот я предупредился вчера с вечера, что я сегодня вот после четырех буду, ну, в четыре буду покупать площадочки. Байк, мы еще не прокупились. Прокупились и готовы, вы можете, да. И когда у вас будет реинвестная площадка, когда вы там, допустим, следующую надо будет покупать, это тоже надо согласовывать, потому что бывает так, там пригласили пять человек или шесть, и у вас уже, как бы, площадка идет на реинвест. И чтобы у вас не уходила прибыль в вышестоящем, вам надо купить следующую. То есть это как форсажик, если вы знаете. Нет, да я знаю, ну, как бы, прекрасно, и пока я вот этих людей, мы будем тоже по стратегии выстраивать вниз. Но я не понял, до какого уровня надо выстраивать вниз вот S4 матрицу. Вот сколько ей мне надо, ну, потому что мне тоже ее безгранично вниз, ну, смысл мне ее строить, я же ничего не буду получать с нее. Смотрите, каждый по два, и потом, когда вы увидите, что у вас там, допустим, две ноги уже самостоятельные, вы делаете третью ногу. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Если у меня вот, ну, один, ну, там, допустим, развивает, да, и пошла нога, а вторая она, ну, не развивает, то есть там, ну, он что-то там будет, площадки докупать, но что приглашать будет, я там, ну, сомневаюсь. То есть это мне, ну, просто надо тогда заводить лучше сейчас, ну, новую, типа, ногу, на вот этого нового активного партнера, или... Нет, 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 смотрите, вы, когда первую ногу сделаете, да, вы поймете, что ваша первая нога там хорошо пошла, вы вторую ногу начинаете строить, строите вторую, помогаете ребятам своим новеньким, которые заходят, а потом после того, как уже видите, что они идут дальше самостоятельно, ставите третью ногу. И так постепенно вы разрастаетесь и свою команду, как бы тоже, и сплоченно идете вместе. Так, а сколько уровней вниз, вот для меня выгодно ее строить? Смотрите, у меня получается... До третьей, понятно, понятно, я поняла, до третьей линии. Вообще каждому человеку нужно отслеживать до третьей линии в глубину свою команду, то есть помогать до третьей линии. И также следующий под вами, кто стоит, также он отслеживает своих до третьей линии вниз. Ну, то есть получается у меня сейчас вот есть первая линия, да, вот сегодня я добавляю под нее товарища своего, он будет уже типа вторая линия, он добавляет своих там двоих, это будет третья, и под них ставит это уже четвертая. То есть не получается его выгодно ставить, ну, в первую линию следующим участникам, ну, потому что там в глубину оно больше будет уходить. То есть не получается невыгодно его ставить, ну, вниз уже, потому что очень сильная глубина будет, я с этого просто ничего не буду зарабатывать. Ну, это понятно. Тут еще такой нюанс, что ты как бы должен оставлять людей таким образом, чтобы у тебя не было такого, что, допустим, вот человек, ты знаешь, что не очень активный, он там долго раскачивается, раскачивается, либо вообще, да, как бы он будет сидеть, тебе лучше закрывать, конечно, его человеком более активным, чтобы у тебя не умерло там все вот это вот внизу, понимаешь, чтобы двигалось. Не, ну оно вот будет двигаться, ну да, но оно уже уйдет в глубину где-то линии на 5 примерно сегодня. Оно тоже будет тебе давать, оно когда ребята начнут там активно тоже развивать, со временем, через какое-то определенное время, у вас будут также происходить переливы вверх. То есть тебе это тоже выгодно. На, допустите, в первую очередь я ставлю под одного из двоих своих, и, ну, и дальше уже заполняю вот этих двоих своими, а там уже как пойдет вглубь то, что я не буду зарабатывать там, ну, или мало буду зарабатывать, то пусть так и будет, да? Нет, у тебя ветки же в глубину пойдет, это все равно твой доход. Самое главное, ты за какой глубиной смотришь, что тебе первый, второй, третий линии смотришь, а то, что там он у тебя разрастается вниз, это же хорошо, что его участие растет оно. Миша, у меня к тебе вопрос. Можно будет нарисовать это все на бумажке, краткое видео снять просто, ну, вот для себя, для рабочей группы, чтобы еще раз понимание было? Да, конечно, я сделаю это. Я сделаю с ним видео. Спасибо большое. Ребята, у кого еще вопросы? А вообще по поводу покупки, да, покупки столов, то у нас есть рабочий чат, ребят, если там у кого-то какие-то вопросы по поводу того, когда там покупать какой стол, вы просто кидайте эти вопросы в рабочий чат, и мы будем просто не договариваться о покупках. У меня еще один вопрос такой. Вот по поводу С4, вторая линия, вот где 4 места, заполнение как идет? Именно прям в порядке очереди? Либо вот первый личник, да, вот, например, он пригласил своего одного личника, закрывается первое место в третьей линии, и второй личник пригласил своего партнера, своего личника. Закрывается под ним одна ножка, либо уходит к первому личнику. Это у нас так не должно быть? Или кто зовет, под ним ячейки заполняется. То есть если он позвал, у него две ячейки, первая ячейка закрылась первым человеком, вторая свободная. И следующий партнер позвал, под ним ячейка закрылась, вторая свободная. То есть как они идут, так они и расставляют. Это в половине. Нет, просто есть же матрица, где в порядке очереди, то есть заполняется слева направо. Нет, здесь чуть-чуть другая специфика работы. Здесь говорят о том, что есть слева, справа и сбоку, и сзади. Я не знаю, со всех сторон. Если бы была одна ссылка, тогда бы все бы заполнялись равномерно. Тут одной ссылки и общей нет, поэтому все приходят, встают так, как они встают по ссылкам определенных людей, которые пришла. Все хорошо. Я понял, что нужно будет зум сделать отдельный по именно расстановке. Я думаю, Михаил, для команды. Да, да, я сделаю. Сберемся, да, и сделаем. Думаю, подготовлюсь завтра, скорее всего, сделаю. Или сегодня вечером. Отлично. Премия, в принципе, заканчивается. Давайте как бы всем спасибо, кто присутствовал. Видео сейчас вывожу. Как раз новичкам посмотрите. Спасибо, Олег, как всегда. Спасибо, Олег, спасибо всем.